Минувшая неделя прошла без громких мировых премьер, зато российские новости поступали регулярно. В начале недели мы обсуждали неожиданные обещания Илона Маска привезти Теслу в Россию и подумать над строительством завода. Тем временем главной отечественной премьерой оказалась третья генерация «Газели» с приставкой «НН». Заодно Горьковский автозавод запустил контрактную сборку кроссовера Volkswagen Taos. Stellantis наладил производство турбодизелей 1.6 в Калуге, а в Елабуге почти готовы делать седаны Aorus Senat. Не утихает инженерная жизнь и в Тольятти. Инженеры автоваза заняты проектированием внедорожного блока для будущей Нивы-3 и модернизации всех двигателей. Реинкарнация знаменитого в советское время общества знания получилась приметной во всех отношениях. Ведь участие в онлайн-марафоне принял Илон Маск, генеральный директор Теслы и космической компании SpaceX, разумеется, начал с межпланетных тем. Цивилизации не растут продолжительно. Они поднимаются, достигают пика и затем падают. В какой-то момент мы окажемся в этой точке. Пока этого не произошло, мы должны сделать жизнь многопланетной. Впервые за 4,5 миллиарда лет есть возможность распространить жизнь за пределы планеты Земля. И мы должны использовать это окно, пока оно открыто. А дальше разговор перешел к делам земным. Весь транспорт, очевидно, будет электрическим. По иронии, за исключением ракет. Потому что третий закон Ньютона невозможно обойти. Нужно избавиться от массы. Корабли, автомобили, самолеты — все будет электрическим. Отвечая на вопрос поклонника, Маск вдруг пообещал официально привезти Теслу в Россию. Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России. Тесла скоро будет в России, и это будет потрясающе. Шире того, так же и в Казахстане, и соседних странах. И нам очень важно, что Теслу здесь поддерживают. Спасибо вам. Поками с Теслами торгуют только серые дилеры, которые ввозят технику из Америки или Европы. В прошлом году им удалось продать 221 машину. Притом половину тиража составила модель 3. Следом эпатажный миллиардер сотворил еще одну сенсацию. Да, у нас есть фабрика в Шанхае, так же мы строим завод в Берлине. Работают заводы в Техасе, Неваде, Калифорнии. В то же время мы рассматриваем другие части мира. Потенциально и Россию. Впрочем, приход Теслы в Россию анонсировался еще в 2016 году. Но в реальности ничего не произошло. Тема производства еще сложнее. Электромобили Тесла делают там, где их лучше всего покупают. В Китае, США и Нидерландах. В 2020 году российский электромобильный рынок, благодаря обнулению ввозных пошлин, вырос в полтора раза. Но, во-первых, уже с 2022 года пошлины вернутся. Во-вторых, 80% от почти 11 тысяч зарегистрированных в стране электричек – это поддержанные праворульные Ниссаны Лив, которые зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири. А главное, отечественные требования по локализации никто не отменял. И любого вновь прибывшего производителя обяжут выпускать в России важнейшие узлы автомобиля. Тем не менее, виртуальные слова Илона Маска уже готовы с хлебом с солью встречать главы Удмуртии, Московской и Калужской областей, которые пообещали американскому миллиардеру налоговые льготы, землю и инфраструктуру по строительству заводов. Поприветствовал идею и российский Минпромторг, который так и написал в Твиттере. Приезжайте, обсудим. По мнению Рашида Аюпова, мэра казахского города Туркестан, Илону Маску просто не найти лучшего места для строительства, чем окрестности космодрома Байконур. Спускаемся на землю новостью из серии «А не спеши ты нас хоронить». У АЗовской буханки давно пора на покой, однако древняя конструкция и убогая эргономика, помноженные на низкое качество сборки, совершенно не пугают покупателей. Более того, ветеран внедорожного движения обрастает новыми экзотическими версиями. Ну, кто ожидал, что у вас наладят мелкосерийный выпуск Кемпера? Правда, не своими силами, а на мощностях компании Автодом. В машине, названной Байкалом, есть диван-трансформер, кухонный модуль и специальная мебель. При желании штатную металлическую крышу можно заменить пластиковой. Притом имеются варианты и с подъемным механизмом. Но все это платные опции, а базовый комплект доработок тянет минимум на 600 тысяч рублей. Всем Байкалом полагается пневматическая подвеска, лифт кузова, внедорожные шины и шноркель. А вот бензиновый атмосферник, пятиступенчатая механика и остальная техника остались прежними. Калужский завод ПСМА Рус затеял выпуск дизельных моторов объемом 1,6 литра. Таким образом, группа Stellantis выполнила одно из важнейших условий, оговоренных специальным инвестиционным контрактом. Этими двигателями мощностью 90 лошадиных сил главным образом оснащаются фургоны имени Вены Пежо Партнер, а также их близнецы под марками Ситроен и Опель. Этот же агрегат полагается базовым версиям более крупного Пежо Эксперт. Любопытно, что российский конвейер будет работать не только для внутреннего рынка. В планах Stellantis отправлять движки отечественной сборки за рубеж. Но список стран и объемы поставок будут раскрыты позже. Первенца марки Аурус, Сидан Сенат, публике презентовали еще три года назад. А вот его серийный выпуск стартует только сейчас, 31 мая. Местом сборки Аурусов стала особая экономическая зона Алабуга, что расположена неподалеку от набережных Челнов. Предзаказ на автомобиле открыт уже как несколько месяцев. Клиентам предлагают отдать 22 миллиона рублей. Для сравнения, Rolls-Royce Ghost нынче предлагается за 250 тысяч британских фунтов. Это плюс-минус 26 миллионов по текущему курсу. Как только приветственная партия будет распродана, в продаже появятся седаны всего по 18 миллионов за штуку. От первенцев более доступная версия будет отличаться менее пафосной отделкой интерьера. Горьковский автозавод развернул серийное производство кроссоверов Volkswagen Taos. Напомним, что под этим именем скрывается близнец Шкоды Корок, которая уже полтора года выпускается там же, в Нижнем Новгороде. От Шкоды новый Volkswagen будет отличаться дизайном передней и задней части, поэтому Taos получился на 3,5 сантиметра длиннее. Агрегатная база у паркетников общая. Это локализованный в Калуге атмосферник 1.6 с механикой или автоматом, а также 150-сильный турбомотор 1.4, которому с передним приводом положен автомат, а с полным 7-ступенчатый преселективный робот. Сегодня очень важный день для марки Volkswagen. Я в Нижнем Новгороде и счастлив представить вам новый кроссовер Taos, сделанный здесь. Автомобиль, который вы видите, это специальная версия в энергичном оранжевом цвете. У модели Taos действительно шикарный дизайн. Когда вы увидите его в зеркале заднего вида, вы будете впечатлены. У Taos есть светодиодная оптика, ассистент IQ Drive, система IQ Light, камера заднего вида с омывателем, новая развлекательная система с 10-дюймовым экраном. В общем, все, что вам нужно. Официальный дебют модели назначен на начало июня, поэтому цены мы узнаем совсем скоро. АвтоВАЗ через корпоративную газету ВА «Волжский автостроитель» рассказал, как будет происходить перевод автомобилей Lada на платформу CMF B из ассортимента Альянса Рено-Ниссан-Митсубиши. Итак, до 2025 года Lada выпустит на рынок сразу четыре новых модели, включая новое поколение легендарной Нивы. А еще российский автогигант готовит кроссовер класса C. Об этом официально объявлено впервые. Можно предположить, что ближайшим родственником новинки окажется дача Bigster. При этом инсайдеры говорят, что это будет та же Нива, просто подросшая по длине. Проще говоря, Нив планируется две – короткая и длинная. Вообще, что касается этой модели, то АвтоВАЗ поставил перед собой амбициозную задачу – наделить будущий кроссовер повадками внедорожника. Большим клиренсом, полным приводом и понижающей передачей. Любопытно, что инструментарий Альянса не имеет готового такого решения, поэтому его сейчас разрабатывают вазовцы. Что из этого получится, мы узнаем не раньше 2024 года, на который назначена премьера Нивы 3. Двигаемся дальше. Как известно, недавно АвтоВАЗ выпустил доработанную версию своего восьмиклапанного мотора объемом 1,6 литра. В ближайшие годы модернизации подвергнется и 16-клапанный двигатель, и флагманский агрегат объемом 1,8 литра. Работой по установке вазовских движков на иностранную платформу также будут заниматься инженеры из Тольятти. Поэтому АвтоВАЗ просит не принижать значимость своей инженерной службы, ведь получить платформу вовсе не означает создать автомобиль. На вопрос, почему автогигант не желает прокачивать собственную платформу Весты, тоже нашелся ответ. Как минимум потому, что технические характеристики не позволяют создавать кроссоверы, а электроника не поддерживает современные системы. В итоге доработка архитектуры Lada BC до современных стандартов потребовала бы глобальных инвестиций. Проще, быстрее и дешевле оказалось перейти на современную иностранную тележку, ту самую CMF-B. Кстати, самому заводу вскоре потребуется большая модернизация. Предприятие должно стать, цитируем, «эффективным производителем мирового класса», который сможет выпускать самые современные автомобили и использовать мировые технологии. За последние три года АвтоВАЗ уже инвестировал более 8 миллиардов рублей. Их потратили на современное программное обеспечение, обучение персонала, строительство лабораторий и специальных испытательных дорог. Горьковский автозавод наконец запустил серийное производство «Газели НН». Машину называют новым поколением, хотя по факту перед нами глубокая модернизация «Газели Некст». И вот почему. К «Некстовскому кабинному модулю» газовцы приладили свежее оперение, включая модную светодиодную оптику. Новый бампер состоит из трех частей. И в случае легкого столкновения нижнюю губу можно заменить отдельно от основной секции. В кабине изменилось абсолютно все. От пола до потолка. У современной передней панели есть несколько зарядных разъемов, а также ниши для смартфонов, карточек, стаканов и бутылок. Плюс охлаждаемый запираемый бардачок. Водительское кресло удивляет одинностью регулировками и механизмом подрессоривания. У двухместного пассажирского дивана средняя секция теперь откидывается. Чтобы организовать столик для работы или перекуса. А еще газель обзавелась помощниками водителю. Для этого инженерам пришлось внедрить принципиально иную электронную архитектуру. Поэтому со следующего года NN сможет предложить систему кругового обзора, контроль слепых зон и многое другое. Первым в серию пошел единственный вариант со 150-сильным турбодизелем Cummins и шестиступенчатой механической коробкой. Эта шестиступка, а также новый задний мост типа Spicer разработаны и выпускаются силами самой группы ГАЗ. Позже гамму-версии дополнит еще один дизельный вариант с двухлитровым мотором Volkswagen. Хотя главным хитом обязаны стать трехлитровые машины. У них под капотом будет бензиновый ульяновский атмосферник серии EvoTech. Это новый чугунный агрегат. До этого моторы из города Ильича имели алюминиевый блок цилиндров. На бензине двигатель выдает 122 силы, однако ульяновский моторный завод сразу же подготовил газовые версии – пропановую и метановую. Опять же, поначалу линейка NN будет состоять из бортовых грузовиков и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 тонны. Но позднее состоится расширение гаммы вверх и вниз. В семейство войдут грузовики от 2,5 до 4,5 тонн. О ценах пока молчок, но логично предположить, что новинка, у которой есть система стабилизации, подушка безопасности и дисковые тормоза, скорее всего будет стоить по 2 миллиона рублей. А для экономов останутся прежние газели – Next и Business. А напоследок расскажем, почему модель назвали NN. Считается, что это подарок Нижнему Новгороду, который празднует 800-летие. Впрочем, прочтение New Next и New Now, то есть новый Next и новый сейчас, тоже допускаются. Российские журналисты, специализирующиеся на коммерческой технике, выбирали лучшие автомобили вот уже в 21 раз. На участие в премии номинируются новые и глубоко модернизированные модели. Распределяя баллы, жюри оценивает такие параметры, как новизна, технических решений, эксплуатационные затраты, объем продаж, финансовые условия, приобретение и наличие сервиса. Грузовиком года в этот раз стал магистральный тягач MAN TGX, на презентации которого мы побывали совсем недавно. В категории «Фургон», «Молотонажник», «Микроавтобус» одержало победу семейство «Пежо Партнер», «Ситроен Берлинга» и «Опель Комбо». Все эти модели локализованы на заводе под Калугой. Лучшим автобусом признали МАЗ-303, представителя третьего поколения белорусских автобусов большого класса. А перспективой года считается «Газель НН», опять-таки новинку коммерческого рынка, производство которой только что стартовало в Нижнем Новгороде. Наконец, особую награду за успехи в освоении и развитии российского рынка присудили компании «Солерсфорд». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова